Такого масштабного строительства в Крыму не было никогда. Отрасль активно развивается. Детские сады, школы, медучреждения, спорткомплексы, дома для репатриантов. Один из важных и значимых объектов не только для крымско-татарского народа, но и для всех крымчан – возведение мемориального комплекса «Сюрень». Его строительство планируют завершить уже в сентябре. Мы работаем на таких объектах, как и в детских садах, так и сегодня мы представлены на объекте мемориальный комплекс «Сюрень». Остались некоторые детали по благоустройству и дополнительные работы, которые появились уже в ходе сдачи. Мы должны участвовать и в законодательной, и в исполнительной власти. Также быть с позицией на выборах, показать свое участие, проголосовать. Многое делается и для развития культуры. Цель – сохранение идентичности каждого народа. Крымско-татарский ансамбль песни и танца «Хайтарма» – победитель многих международных проектов. Наши народные танцы и песни знают во многих уголках страны и за рубежом. Произошло много изменений, потому что на примере нашего крымско-татарского ансамбля песни и танца «Хайтарма» могу сказать, что мы стали много гастролировать. Нам уделяют внимание материально и духовно. То есть у нас появилось больше костюмов, у нас появилась аппаратура. Артисты сегодня со всех сторон защищены. Каждый из нас, идя на выборы, будет знать, что завтра мы будем жить еще лучше. И у нас будет еще больше перспектив. В Крымско-татарском музее культурно-исторического наследия проводятся уникальные выставки, которые может посетить любой желающий. В пять раз увеличилось число экспонатов. Началось и развивается сотрудничество с крупнейшими федеральными музеями. Все это стало возможным только в российском Крыму за последние семь лет. Мы смогли открыть новый музей, музей истории и археологии в городе Старый Крым. Мы смогли публиковать свои коллекции. Это, конечно, для нас очень важно. Я думаю, что мы должны обязательно реализовать это наше право, потому что мы тем самым заявляем своей гражданской позицией. Медицина, образование, культура. От этих сфер зависит жизнь человека. Чего не хватает и какие перемены нужны. Все зависит от активности крымчан. Голосование пройдет с 17 по 19 сентября включительно. А значит, до выбора в Госдуму осталось чуть больше месяца. Событие важное, которое задаст вектор развития страны на ближайшие пять лет. Крымчанам важно выразить свою гражданскую позицию. Гузель Мабетова, Саид Влиляев, Асан Зевадзинов, телеканал Меллет.